Друзья, сегодня мы подошли к апофеозу питательной деятельности пенсионера-пограничника. Сейчас я вам покажу, как российский пенсионер-пограничник готовит себе обеды. Не обед, а обеды. Итак, берется кастрюлька, фокус, она пустая, тут была капля воды, я ее слил, вот, пустая. Берется, значит, баночка, баночка полная, выливается сюда и вытряхивается. Тщательно потрясти надо, так, друзья, теперь эта баночка, она тщательно не вытряслась, поэтому берется кипяченая вода, вот, из этой кофеварки, чайниковарочки, кипятковарочки, ну, как хотите, называйте. Вот, наливается, вот столько. Потом, значит, берется крышечка, закрывается и вот так вот взбалтывается, представляете, взбалтывается, выполняя две функции. Помывку баночки и добавление водички в котелок. Так, баночку мы убираем, потом мы ее домоем тщательно, хотя во вселенной, как вам стало известно, грязи нет. Вот, включается печка электрическая на положение 3, на троечку, вот, включил, закрывается крышечка. Но, предварительно, друзья, надо взять ложечку, вот, где моя ложечка, вот она, вот, и попробовать на, о, пойдет, на предмет существования вот этого смертельного порошка, белая смерть. Там белой смерти достаточно. Открою секрет приготовления этого блюда, которое называется борщ. Секрет борща я не знаю, его изготовила жена. Я с ней сходил на ту квартиру, взял вчера, постоял, отстоял в холодильнике. Я, друзья, всегда отстаиваю сутки в холодильнике, потому что любой борщ становится вкуснее, если он постоял в холодильнике, попарился там. Вот, вот, я с тоской вспоминаю, жена у меня вкусно готовит, я клянусь, приходите, попробуйте. Ну и, блин, я не знаю, как вам доказать, запах моя камера, к сожалению, не передает. Ну, я могу, конечно, показать вам выражение лица, когда я буду есть это блюдо. Это блюдо мне сегодня точно не даст умереть. У меня сегодня дела, надо в город, топать, часа пообедаю. Уже обед, я в обед выхожу в город, потому что я пенсионер российский, живу в демократическом государстве. И иду куда хочу, когда хочу. Understand? Вот, а вот бабушка, у меня жена, я сказал, готовит очень вкусно. А вот бабушка у меня, которая была хохлушкой, ну, в смысле, украинкой. Представляете, из всех украинцев, я такую бабушку уважаю. Шучу. Народ, ой, я коснулся политики нечаянно. Вот через обед я коснулся политики. Вот, я, честное слово, не пожалел бы для самого главного хохла сейчас, ну, еврея Порошенко. Еврей хохляцкий или хохол еврейский Порошенко, вы его знаете. Вот. Очень хороший человек для украинцев. Они его любят. Потому что он им, вместо входа в Европу, предложил сало в шоколаде. Они сейчас все едят. Вот сейчас снова говорят, Майдан будет, Ярошенко там по телевизору обещает. Ярош, то есть, Ярош. Это второй по значению хохол в Украине. Обещает им опять попрыгать, чтобы зимой не замерзли. Хохлы вообще выгодные, ребята. Они зимой прыгают, и топить не надо. И газ им не нужен, ничего не надо. Они прыгают на Майдане, представляете. Ну, ладно, неважно. А то еще расскорбятся все хохлы. Я не хочу обидеть. Это я говорю факт, как оно есть в политике. А в политике все друг друга оскорбляют. Ну, я-то не политик, я не буду вас оскорблять. Я любя говорю. Так вот, моя бабушка, она такой украинский борщ готовила, друзья. Там обязательно была фасолька. Понимаете? О, у меня, кстати, есть фасолька. О, блин, у меня есть фасолька. О, смотрите. Черт побери, два сорта фасольки. А я про нее забыл. Она мне лежит уже полгода. Ой, спасибо. Благодаря вам я вспомнил. Я на днях сварю. Тут жена сварит. А я добавлю фасоли туда. И опять перемешаю, и все будет окей. Итак, друзья, я заканчиваю демонстрацию. Вот. Короче, вот это все перекипятится. Вода у меня кипяченая. Так. Тут все добавлено. У меня жена что-то, который они добавляют. Ой. И этого, и того, и сего. И супер сего. И ничего. Короче, все. Я, друзья, показал вам. И вы теперь уверены, что сегодня я не помру. Сегодня, кстати, я собираюсь в город для нахождения работы. Что-то там наклюнулось по интернету. Вот я сейчас пообедаю. И счастливый, и довольный пойду. И потом поеду. Ну, пока. Приятного аппетита всем. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.